Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком интереснейшем растении, как тимьян. Это растение известно давно и под самыми разными именами. Тимьян, чабрец, богородская трава, но не путайте его с чабером. Это совершенно другое растение. Вот это растение, тимьян, встречается практически повсеместно в нашей стране. Насчитывается около 170 видов тимьяна только у нас в России, а вообще по миру их примерно 400 видов этого растения. Растение интересно тем, что оно используется во многих областях. Это и пряноароматическое растение, это и растение, которое можно выращивать на клумбе, и лекарственное растение, и лечебное растение. Очень полезное растение. Что из себя представляет собой тимьян? Это небольшой кустик. Разные виды тимьяна имеют разную высоту. У него слегка жесткие такие веточки, и есть еще разновидности ползучие. В основном мы знаем тимьян обыкновенный и тимьян ползучий, который и называется чабрец. Растение имеет пряный, ни с чем не сравнимый, такой теплый аромат. И вот ради этого аромата растение выращивается и собирается. Его можно засушить, и зимой пить чай с этим прекрасным растением. Оно является и успокоительным средством, и патагонным, и противовоспалительным средством. Есть разновидности тимьяна с листвой с лимонным ароматом. Это вообще неповторимый вкус и в чае, и в мясе, и в рыбе. Вообще его можно добавлять во многие блюда. Цветет тимьян головками, и вот эти вот головчатые соцветия содержат множество мелких цветов. Они могут быть белого, розового, лилового, пурпурного цвета. Тимьян очень неприхотливое растение. Вырастить его можно из семян. Если вы его будете сажать в марте на рассаду, он зацветет у вас уже в этом году. Но его можно сажать и прямо в грядку в конце апреля, в начале мая. Тогда он у вас зацветет на второй год. И можно его сажать также в августе, чтобы он зашел и под зиму уже ушел таким окрепшим растением. Для посадки выбираем солнечное, теплое место с хорошо дренированной такой рыхлой землей. Тимьян не переносит застой воды. Вот в таких условиях он растения будет и, скорее всего, корневая система загниет. Поэтому, если у вас низкие участки и наблюдается застой воды, лучше на этом участке, где будет расти тимьян, сделать дренаж. В тени тимьян растет плохо, у него вытягиваются ветки, а вот полутень он переносит довольно-таки спокойно и хорошо. Тимьян можно использовать как растение для альпийских горок, растение для ракариев. Им можно оттенить бордюры, им можно посадить под высокорослыми кустарниковыми растениями. Очень красиво тимьян смотрится с розами. Тимьян неприхотлив. Пропалывайте, изредка рыхлите и, если очень засушливое лето, поливайте тимьян. В дождливое лето не нуждается в поливе вообще. Семена тимьяна мелкие. Они очень-очень мелкие, поэтому при посадке, что в горшок, что в открытый грунт, семена не заглубляем. Их располагаем по поверхности земли и немного сверху присыпаем речным песком. Вот сейчас мы вскроем пакетик, посмотрим, какие там у него семена. Чем мельче семена, тем мельче мы их заглубляем. Вот смотрите, какие миленькие семена у тимьяна. Не заглубляем их. Рассыпаем по поверхности. Еще раз повторюсь, закрываем песком, чтобы земля не пересыхала. Накрываем пленкой. Тимьян, кстати, можно сажать пораньше в открытый грунт под дуги. И растение у вас прекрасно взойдет и будет у очень красивая и полезная грядка. И одновременно она будет являться и клумбой. Вот советы наши помогут вам правильно вырастить тимьян. Вы будете его использовать и как лекарственное растение, и как пряное растение для чая. что ли? Этот прогнёк